Кризис кончился. В 2010 году сборы предприятий оказались больше на 53 миллиона рублей за использование природных ресурсов. Специалисты департамента усилили работу по выявлению браконьеров и незаконного использования полезных ископаемых. Эти мероприятия, по мнению Виктора Шевелёва, и стали причиной увеличения поступлений. А контролируемое использование природных ресурсов позволит сохранить и улучшить экологию области. Достигнуто увеличение в два раза добычи строительного камня и строительного песка. Стабильно растёт добыча урана. Получен ожидаемый прирост запаса подземных вод в прошлом году 2000 кубометров в сутки на Шумихинском участке для водоснабжения города Шумихин. Намечены определённые перспективы развития добывающей промышленности. Губернатора Курганской области заинтересовала информация о борьбе экологов с загрязнением рек. По мнению Олега Богомолова, Департамент природных ресурсов обязан усилить контроль за сточными водами всех предприятий за Уралия. Однако Виктор Шевелёв не согласился с такой постановкой вопроса. И сеть МИАС и Табол приходят из соседних регионов, за исключением Табола, как очень грязные. Пройдя через нашу территорию, они переходят в категорию грязных. То есть они на нашей территории, на территории Курганской области, улучшают своё качество. Поэтому заставлять наше предприятие ещё уменьшать, с нашей точки зрения, является неправильным. Загрязнение и очистку сброса надо проводить в соответствии с требованиями. Есть нормативы? Конечно, группа. Федеральный, Олег Алексеевич, федеральный есть, и мы к нему должны равняться. Виктор Шевелёв предложил разработать механизм межрегионального сотрудничества с нашими соседями – Свердловской и Челябинской областями. Только совместными усилиями мы можем улучшить качество воды в реках. В целом, доклад может привлечь на территорию области инвесторов из других регионов России и из-за рубежа, посчитал губернатор Зауралья. Любой желающий может ознакомиться с ним на сайте Департамента природных ресурсов. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион-45». Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион-45».